МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Наши в космосе! Самарские двигатели отправили ракету «Союз» на орбиту. Не оставил шансов на жизнь. В деле о резонансном убийстве Анны Бондаревой появились новые подробности. В чемпионы я пойду. Пусть меня научат. В Самаре открылась школа для будущих звезд футбола. Ракета «Союз» вывела корабль «Прогресс» на околоземную орбиту. Стартовала она с космодрома Байконур. Двигатели, изготовленные на самарском заводе «Кузнецов», установленные на первой и второй ступенях ракеты, отработали штатно, без замечаний. Грузовик должен доставить на МКС около 2,5 тонн сухих грузов. Представители Роскосмоса уточняют. Грузовик привезет по заказу экипажа МКС различные сладости. Пастилу, вафли, конфеты, арахис в шоколаде, а также свежие фрукты, горчицу и кетчуп. Помимо продуктов питания, грузовик доставит на МКС топливо, воду, сжатый кислород, а также материалы для научных исследований. Предполагается, что после стыковки грузовик «Прогресс» М29М будет задействован в операциях по вывозу отходов и отработавшего оборудования. Почти 7 миллиардов рублей из городского и областного бюджетов выделили в этом году на ремонт самарских дорог. На эти деньги приводят в порядок магистрали в разных районах города, в том числе и такие основные транспортные артерии, как Московское шоссе и Новосадовое. Сегодня рабочие кладут асфальт и на дороги, которые дублируют улицу Антонова-Овсеенко. Отремонтировать предстоит более 90 тысяч квадратных метров. Успеть планируют еще до ноября. Алина Чемерис покажет, как идут работы. Чтобы не мешать движению и не создавать пробки, улицу дублер Антона-Овсеенко ремонтируют ночью. Полпути уже пройдено. Сейчас на участке от Авроры до Советской Армии кладут новый асфальт. Работа рассчитана на два года. Потратят на них свыше 200 миллионов рублей. В следующем году мы планируем отремонтировать основной ход улицы Антона-Овсеенко от улицы Авроры до улицы 22-го партсиезда. В рамках комплексного благоустройства придорожные плиты, барьерное ограждение, светофоры, знаки, урны. Ремонт планируют завершить к ноябрю. Рабочие идут с опережением сроков. На Антона-Овсеенко уже появились и парковки. Самарские водители изменения замечают. Проехать по той дороге и по этой, новой, это небо и земля. Честное слово. Тем более вот у меня машина низкая, а там столько ухабов. А здесь дорога, отличная дорога. Посмотрите, парковочные карманы. Вот уж чего не ожидал, так не ожидал. Спокойно едешь, припарковался. Было устроено в порядка 2000 квадратов остановочных карманов, парковок. То есть новое строительство. Это включает в себя устройство песка, щебеночного основания. И так же, как и основная дорога, два слоя покрытия. Напомним, что в сезоне 2015 года комплексно ремонтирует 13 улиц. Среди них Венцик, Огибалово, Рабочая. В два этапа обновляют земец и Мариса Тореза. По большинству объектов работы уже завершены. В ближайшие годы в городе планируют привести в порядок еще 25 объектов. Общей протяженностью 45 километров. Максим Гусев, Алина Чемерес, События. В Самаре возвращают лицо. В городе идет масштабная реставрация фасадов исторических памятников. До 2018 года вернуть былой облик планируют 300 домов. Причем работы идут не только за бюджетный счет. К реставрации подключились и меценаты. По историческим кварталам прогулялась Марина Матвейшина. Дом Егорова после реставрации предстал перед самарцами во всей своей исторической красе. Раньше здесь был магазин, где, если верить воспоминаниям современников, было все – вино, семга, пряники. Фасад дома нарисовал его первый владелец Алексей Егоров. Он задумывал устроить здесь не просто лавку, а магазин, который будет радовать взгляд. Входя в его магазин, самарец должен был себя чувствовать несколько по-другому. Он пришел не в грязный кабак, где в полутьме продавались какие-то не очень качественные товары, а товары, за которые хозяин нес абсолютную ответственность. Такой масштабной реставрации памятников историко-культурного наследия Самара еще не знала. До 2018 года в планах почти 300 объектов. На эти работы выделяют деньги из бюджетов всех уровней. Еще за сотню памятников взялись частные инвесторы. Хорошая наметилась тенденция городская. Люди понимают всю значимость восстановительных работ на объектах культурного наследия и предлагают свою помощь. После того, как отреставрировали дом купца Рытикова, возникла идея сделать исторический квартал. В планах было даже воссоздать здесь булыжную мостовую, но остановились пока на близлежащих домах. Сейчас устанавливают фасады, приводят их к историческому соответствию. Реставрация фасадов 160 и 162 домов по улице Ленинской уже завершается. В Голубом доме готовится к открытию муниципальный театр Лукоморья. А сам дом как декорацию к фотосъемкам вовсю используют молодожены. Здесь очень красиво. Все эти новостройки, они уже неинтересны для нас. Поэтому мы решили попографироваться здесь. Архитектура, вообще место прям замечательное. Реставрационные работы проходят под строгим контролем Департамента строительства и архитектуры. А все художественные решения подрядчики обязаны согласовывать с главным архитектором города. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Капитальный ремонт ждали и дождались жители 125-го дома по улице Победы. Трещина на несущей стене могла превратить хрущевку в развалины. Но людям было не по карману самим решить проблему. Деньги на восстановление пятиэтажки выделили из городского бюджета. Сергей Кизоркин расскажет, как будут спасать дом. У колесов трещин. Сколько смогли они сверху замазали, но трещина отойдет в глубь. Они со временем расходятся, трещины эти все больше и больше. Основная причина разрушения дома – пустоты под землей. Аналогичные проблемы когда-то были в соседних многоэтажках, пока к их решению не подключилась городская администрация. На капремонт 125-го дома выделили 20 миллионов рублей. Подрядчики обещают в течение года управиться. Замещение одних фундаментов другими сваями, буроинъекционными. И усиление лестничных клеток по второму подъезду. И стягивание стен металлическими скобами и тяжами. Капремонт дома идет в два этапа. Сначала до нового года укрепят фундамент. 600 армированных бетонных свай зальют на глубину до 11 метров. Это примерно высота трехэтажного дома. Полгода нужно, чтобы понять, насколько качественно выполнены работы. И затем очередь дойдет и до несущих стен. Если процесс прекратится, то будут заделаны трещины, удалены маячки, заделаны трещины. И дом будет нормально эксплуатироваться. Если процесс будет продолжаться, то такие же работы будут произведены по периметру всего дома. Укрепление фундамента ведется только днем и никак не влияет на жизнь дома. Свет, воду, отопление, газ жители получают бесперебойно. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. А сейчас коротко о важных событиях, которые произошли к этому часу. В Самаре начал работу автобусный маршрут номер 268, следующий от станции метро «Победа» до микрорайона «Крутые ключи». Автобусы будут курсировать с 6.30 до 22.00. Интервалы движения составят 8-12 минут в часы пик. Сегодня рано утром опасный инцидент произошел в районе пересечения улицы Победы и проспекта Кирова. Неизвестный молодой человек забрался на троллейбус и вел себя крайне неадекватно. Бегал по крыше и требовал коня и шашку. Полицейские задержали хулигана. Экспертиза поставила точку в слухах о резонансном убийстве, которое случилось этим летом. Специалисты установили, 18-летняя студентка Анна Бондарева была задушена. Обвинение в убийстве предъявлено знакомому погибшей Владиславу Роговику. Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд. Областное МЧС предупреждает. Завтра, 3 октября, в Самаре ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Гражданам рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу во избежание несчастных случаев. 5 октября, в понедельник, в нашей стране педагоги будут отмечать свой профессиональный праздник. День учителя как праздник появился в СССР еще в 60-е годы, но не имел конкретной даты. Обыкновенно его отмечали в первое воскресенье октября. Так было до 1994 года, когда был учрежден Всемирный день учителя. 5 октября его празднуют в более чем 100 странах мира. В преддверии торжеств в свою родную школу и педагогов навестил глава администрации Самары Олег Фурсов. Репортаж Марины Матвеичиной. Старые школьные фотографии, чай с печеньем и хорошая компания. День учителя в 144-й школе в этом году получился теплым, домашним и совершенно особенным. В гости в школу пришел один из самых известных ее выпускников Олег Фурсов. Учительница математики Маргарита Ушакова помнит его еще совсем мальчишкой. Но уже тогда, говорит, он выделялся из всего класса. Он был очень всегда организованным человеком. Математику он очень любил, поэтому после этого он в институт поступил авиационный. И я гордилась его успехами, это точно. Я с гордостью всегда говорю, что он мой ученик. И думаю, что буду помнить о нем всегда. С теплотой вспоминает школьные годы и Олег Фурсов. Он много учился, занимался спортом и активной общественной работой. Закончил школу с золотой медалью. Городские власти уделяют большое внимание развитию системы образования. Система самарского образования заслуживает всяческих похвал. У нас в этом году с вами большое количество степот-медалистов. Ребят, которые сдали со стопроцентным результатом ЕГЭ. Мы, с этой стороны, стараемся в силу возможности помогать школам по руководству гибернатора, по его инициативе. Выделяется деньги на ремонт школ, материально-техническое оснащение, на то, чтобы заработная плата повышалась в соответствии с указами президента. 144-я школа всегда славилась успешными учениками и сильными педагогами. Олег Фурсов вручил лучшим учителям благодарственные письма за их самоотверженный труд. Труд учительский нелегок, поэтому сюда идут только по призванию. Нужно любить детей и всем сердцем относиться к ним так, как относились бы к своим детям. 55 лет назад эта школа открывалась как школа рабочей молодежи. Сейчас здесь получают знания более 700 учеников. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. 11 педагогов Самары удостоились звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Почетные грамоты Артгородского департамента образования и областного Миноборнауки получили 7 образовательных учреждений. Благодарность педагогам выразила и председатель Самарской городской думы Галина Андреянова. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, благополучия, побольше талантливых учеников. И чтобы ваш труд всегда был постребован. Нам очень хочется, чтобы еще и еще раз учителя осознали и значимость своей профессии, и огромную ответственность, которую она, конечно, несет. Но и ту, как бы, благодарность и признательность, которая существует в этом необыкновенном педагогическом деле. Вот уже 50 лет День Учителя – один из самых любимых праздников в России. Наш телеканал приглашает всех принять участие в конкурсе. Его участники смогут признаться в любви к своему педагогу. Неважно, кто он – учитель в школе или преподаватель в ВУЗе. Признание нужно опубликовать в социальных сетях с хэштегом «Учитель ГИС». Впереди у вас есть два выходных. Лучшие поздравления учителя мы зачитаем в праздничный день в программе «Город С». В преддверии Дня Учителя наш корреспондент заглянул в класс, где дети читают русскую классику с удовольствием. А педагог, несмотря на три десятка лет стажа, всегда готов сам учиться новому. О том, как полезны споры на уроках литературы, наш следующий репортаж. А что в понимании Катерины теперь грех? Видите, я знаю, что грех для нее теперь? Пожалуйста. Вралье. Вралье – это грех. Еще. Любовь к Борису – это грех. Изучение «Грозы Островского» превращается в дискуссию на уроках Елены Юрьевны Горожанкиной так всегда. Она уверена, современный учитель должен сам учиться, в том числе у детей. Она особо не выделяет каких-то определенных учеников, ко всем относится, как мне кажется, с достоинством. Мы всегда общаемся с учителем, и нет такого, что мы зажаты, боимся ее. Она не ждет какой-то определенный ответ. Она принимает все точки зрения. Педагогические принципы Елены Юрьевны на первый взгляд просты, как мир. Уважать каждого ребенка, его мнение и характер тогда, говорит, даже троечник расцветает. Учитель должен быть счастливым человеком, идти на урок счастливым. Потому что если человек несчастлив, правильно, это отражается на нем. А он должен быть счастлив от своей работы, от общения с детьми, от открытия каждого дня, чего-то нового. И тогда ученики от тебя заражаются вот этим счастьем. Заслуженный работник образования своей наградой и дипломы главным не считает. Они пылятся где-то в шкафу, зато всегда рядом фотографии любимых учеников. Когда через много лет тебя встречают, ты уже не помнишь, как его зовут. Когда он учился, а он кричит через всю улицу Елены Юрьевны и целует тебя. Это гордость. Значит, ты остался в памяти. Вечно молодая, полная оптимизма и задора, как в 17 лет, когда еще только начинала свой педагогический путь пионер-вожатый. А сейчас уже бывшие ученики приводят в ее класс своих детей. Сергей Кизоркин, Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Починить выключатель, установить трубу и спечь печенье. Воспитанники социального приюта «Ровесник» во взрослую жизнь выходят вовсе оружие. Мастер-классы по кулинарии, электромонтажным и сантехническим работам для ребят провели преподаватели и студенты Самарских колледжей на областном уроке труда. В приюте воспитываются 70 человек. Большинство из них – подростки, которым вскоре предстоит сделать профессиональный выбор. Встреча с мастерами поможет не только найти свое призвание, но и получить самые нужные в жизни навыки. Если не умеешь готовить, есть, тогда нечего будет. Но если ничего готовить не умеешь. Мне нравится там что-то жарить, варить и делать всякие булочки. Показать детям воочию, как необходимо готовить из теста, показать там некоторые моменты, как можно починить розетку. Это гораздо лучше они воспримут, когда им покажут профессиональные люди, которые этим непосредственно занимаются. Как не растеряться в чрезвычайной ситуации? Об этом самарским школьникам рассказали спасатели. В столице региона, как и во всей стране, прошел всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Навыки оказания первой помощи и действий при пожаре, по мнению школьников, необходимы. Нам всем известна пословица «предупрежден значит вооружен». Чтобы сохранить себе жизнь своим близким, надо обладать этими знаниями, чтобы выйти из такой критической ситуации. Наше подрастающее поколение, я считаю, что должно быть подготовленным, осведомленным и грамотно действующим в данных нестандартных чрезвычайных происшествиях. Еще один крупный инвестиционный проект реализован в Самаре. Первая российская сеть гипермаркетов товаров для дома, ремонта и строительства открыла магазин в областной столице. Для инвесторов Самара не только площадка для бизнеса, но и надежный партнер. Власти города активно развивают инвестиционный климат. Это уже не первый гипермаркет крупных компаний, открытый в этом году. В новом магазине создали около 200 рабочих мест. Кроме того, предприниматели будут платить более 40 миллионов рублей налогов, которые пополнят городской бюджет. Если магазин выйдет на запланированные обороты, бюджет городского округа Самара будет получать очень серьезные суммы от налоговых отчислений в пользу бюджета с деятельностью гипермаркета. Это позволит нам направлять их как на развитие Самары, дорожное обустройство, так и на социальные программы, которые в нашем городе очень активно реализуются. Мне хотелось бы поблагодарить администрацию города, поскольку сегодняшнее событие стало результатом нашей совместной конструктивной работы. И я очень надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и дальше. Кузница спортивных кадров. До старта главного футбольного первенства планеты чемпионата мира 2018 остается 985 дней. И уже сегодня руководство области перед тренерами поставлена задача воспитывать своих высококлассных спортсменов. Мы должны создать фабрику для подготовки молодых футболистов, считает губернатор Николай Меркушкин. А не тратить по 10-20 миллионов в год на покупку игроков из-за рубежа. Обучением будущих чемпионов в Самаре сегодня занимается школа юниоров. На тренировки туда приходят даже трехлетние малыши. Чему можно научиться в таком возрасте, расскажет Сергей Кизоркин. У пятилетнего Саши Горбунова вот уже два месяца по вторникам и четвергам футбольный вечер. Его мама Анастасия увлечения сына поддерживает. Когда малышу было всего лишь два года, они вместе гоняли мяч в дворе. Сегодня семья Горбуновых мечтает, что когда-нибудь их сын заиграет в известном европейском клубе и за сборную команду России. Я была бы не против. У меня мама моя говорит, вот в Испанию поедем. Ну так, если... Я загадывать не хочу, как пойдет, как у сына сложится, как у него будет душа к этому лежать. Он только начал, поэтому как пойдет. В Индонезии, Казахстан и Россия только в нашей стране работает 83 футбольных школы юниор. Придумал и запустил международный футбольный бизнес-проект алтайский предприниматель Александр Семенцов. Первую школу открыл два года назад в Томске, потом Новосибирск, Москва. Этой весной франшиза юниора заработала и в Самаре. Из трехлетних малышей воспитывают будущих звезд мирового футбола по испанской и немецкой системам. Если в 6-7 лет приходит ребенок, в 6-7 лет приходит в дюж заниматься теми техническими аспектами, которые могут бы заниматься раньше, уже поздно. Потому что, видно, даже по нашим детям, которые у нас 4-5-летние, они могут спокойно, 7-летние, которые только что к нам приходят на занятия, они их уже технически просто поставленный удар, пасы поставлены, полностью их обыгрывают. Тренеры юниора к занятиям с малышами подходят творчески, от простого к сложному. Вместо монотонных повторяющихся движений – постоянная игра. В группе у тренеров всего 8 человек. Это более эффективно, считают специалисты. В обычной спортшколе их 20. Надо развивать сильные стороны детей. У кого-то уже в 5 лет получается, например, бить по воротам, да, хорошо. У кого-то получается комбинировать уже. Он понимает, что надо отдать пас человеку. Он сам не будет бить, он отдает акцент на передаче. Пока вместо многомиллионных контрактов и майк национальной сборной, лучшие воспитанники спортшколы юниор в конце тренировки получают свои призы. Витаминки и наклейки в альбом с эмблемами любимых футбольных клубов. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Групповой портрет на фоне мира. Под таким названием в эту пятницу в Самарском художественном музее открылась выставка легендарного фотографа, писателя, путешественника, журналиста и публициста Юрия Роста. Черно-белые портреты известных и совершенно неизвестных людей, представленные в экспозиции, сопровождаются поэтичными текстами автора. Алина Чемерес сейчас находится в художественном музее и готова поделиться своими впечатлениями о выставке. Алина, вам слово. Меньше фотографировать, больше наблюдать. Таков рецепт хорошей фотографии, уверен писатель, журналист и фотограф Юрий Рост. В его работах люди, выдающиеся и простые, со всеми их терзаниями, мыслями и мечтами. Среди снимков, представленных на выставке, работы из знаменитого цикла «Групповой портрет на фоне мира», за который Юрий Рост получил государственную премию Российской Федерации. На лекции мастера фотографий собрались десятки человек. В зале, повсюду, на стенах и на экране работы автора. Фотографии, сделанные в разное время в разных странах. Черно-белые сюжеты, в каждом из которых жизнь. На кануле 200-летия Большого театра, таким тайным способом, я спрятался за занавес, выставил аппарат, сфотографировал, сделал такой снимок. Я думал, что таких снимков больше нет. Его работа позволила запечатлеть какие-то такие интересные моменты, такими, какие они есть. Он наполнил их какими-то своими эмоциями, то есть оставил описание, скажем, краткое, со своими впечатлениями. Музыка всех связала. В Самарской государственной филармонии прошел концерт, посвященный 75-летнему юбилею. Подробности в нашем следующем сюжете. Приятное совпадение. Международный день музыки совпал с Днем пожилого человека и открытием юбилейного сезона филармонии. Для ветеранов в честь праздника подарок – билеты на концерт. Мы любим филармонию, любим, ценим музыку, но возможности пенсионеров все-таки ограничены, и мы очень благодарны, когда нам достаются билеты на благотворительной основе. Очень тронуты, с заботой о людях старшего поколения. Ветераны с удовольствием послушали симфонический оркестр под управлением Михаила Щербакова. Александр Шугаев, Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok